У этого кота в туалете висят разные произведения искусства. Ну совсем как у людей. Наверняка и где-то рядом книжки умные лежат. Это замена лиц, примененная на котах, по-моему, самая идеальная из тех, что я видел. Даже хочется, чтобы правое фото было оригиналом. Кот держит во рту остатки своего рыбного обеда, будто это зубы. Вот почему говорят, что котам лучше рыбу не давать. Видимо, потому что они обзаведутся новым оружием. Кота поймали с поличным при воровстве яиц. Коты настолько фанатичные воришки, что даже не хотят отпускать главную улику, несмотря на то, что их уже поймали. Два пушистых засовывают друг друга по очереди в мусорное ведро. Учитывая любовь котов к коробкам и разным емкостям, они, скорее всего, наоборот, уступают друг другу место, чтобы покайфовать по очереди. Всем привет! Это канал Свой в доску. И у нас вновь подборка сплошных котиков, на которых можно любоваться бесконечно. Классическое применение кота. Сейчас он котобазука, завтра будет котоавтоматом. Это одна из причин заводить кота. У котика на фото видно ауру нимб. Чем не доказательство, что коты это на самом деле египетские божества. Друзья, переходите в группу и присылайте свои фото по ссылке в описании, и мы покажем их в своих роликах. Ха-ха! Смешной котикс! Он как будто одновременно и не понимает, что происходит, и задумал какой-то хитрый план развлечений на день, который жаждет тебе рассказать. Кот показывает свое мнение по поводу работы на удаленке. Хочет, чтобы хозяева снова начали уходить на весь день на работу и оставляли его в покое. Коты даже готовы поторопить тебя с чисткой зубов утром, лишь бы ты уже свалил и дал им спокойно залезть на штору. Кошка Мэгги слепая и глухая, но чувствует людей и умеет общаться. А еще абсолютно точно чувствует, когда наступила ночь и можно залезть в холодильник. Этого хулигана иногда не пускают на улицу, и он злится. Это понятно. Воробьи и голуби-то сами себя не поймают, будут только ходить, перед окном довольны, такие, блин, бесить своим видом. У кота есть своя собственная статуэтка. И собственное чудное выражение лица. Как будто он давно понял жизнь и спокойно наблюдает, как вы в ней лажаете. Крекер оказался неудобным, поэтому кошке пришлось принести его к хозяину, чтобы тот подержал в руке, пока она кушает. А я никогда и не надеялся, что людям в кошачьей жизни отведена какая-то другая роль, кроме роли бездушных инструментов. Новый компактный, складывающийся кот. Удобно брать на прогулки, держать в руках, неудобно только устанавливать на стену лоток. Надеюсь, это просто свет из ванной, а не очередная гениальная котовская идея что-то сломать или побегать по стене. А у этого персонажа явно нет гениальных идей. Даже простых, судя по всему, тоже нет. Иначе он бы давно сумел выбраться из этой втулки от туалетной бумаги. Ты думал, что кот спит, и у тебя есть время отдохнуть от служения его величеству? Но нет, сам кот другого мнения. Матрицы немножко себя выдают. Если подождать, по идее за котами должны прийти два одинаковых человека и одновременно вам помахать. Это что, какая-то смотрелка для котов? Теперь точно не получится беспалево уделять одному больше внимания, чем другому. Видимо, настало время коту телепортироваться на свою родную планету. Пес спит и даже не подозревает, как ему повезло. Котик недоволен, что этой шапкой хозяин надсмехается над его древним наследием ведьминских котов. Специальный рентген внутреннего мира кошачьих. Этот экземпляр, например, домашний милый котикс. Можно смело забирать его с обследования домой и продолжать тискать изо всех сил. Пожалуйста, уважаемый кот, соблюдайте дистанцию. Ди... Ди... Ладно. Кот незаметно залез в подушку, на которой сидят. Жизненный урок через 5... 4... 3... Жена пытается доказать мужу, что у них есть место для новых котов. Такими темпами и диван мужа, и его рабочий кабинет тоже скоро обведут. А ведь слово «коты» неспроста рифмуется со словом «цветы». Он явно осуждает твое вождение. За несоблюдение дистанции можешь запросто получить пару царапин на носу. Я всегда знал, что именно пузо кота специальным лучом нагревает солнце, а не наоборот. А это уже не домашний питомец, а скорее инвестиция. Я даже думать боюсь, сколько надо еды вкладывать в него ежедневно. Здравствуйте. Говорю с вами из бутылки воды. Не пейте это. Лучше обменяйте на вискос. Судя по всему, у вас сегодня тренировка по фитнесу с новеньким милым тренером. В программе точно будет растяжка на полу и лежание под солнцем. Эм, мы все объясним. Просто, эм, обои, они, эм, как бы мы думали, если обои не приклеены к стене, то их можно же рвать. Ну да, ну да, кошачьему высокомерию еще и элегантности не хватало, чтобы они окончательно зазнались. Так котенок Мейн-куна вырос за три месяца. А еще на этих фото видно, как девушка за три месяца устала играть с таким огромным котом. Парень привел всех котят к ветеринару. Осталось придумать систему, чтобы не запутаться, кому поставили укол, а кому еще нет. Иначе может получиться, что какой-то один котенок в итоге окажется ультраздоров. У кота слишком много ненависти ко всему живому, чтобы победить его одними собачьими размерами и зубами. А я помню этого кота. Тут он еще совсем маленький, но уже понятно, он ничего не понимает или придумал какой-то гениальный план. Ходячие котицы. Хотя этому наступлению можно с удовольствием поддаться, чтобы утонуть в пушистой милоте. Если они превратят меня в кота, то я только за. Недоволен, что не помещается в коробку. Может это все потому, что кто-то слишком много ест? Коты припарковались, чтобы отдохнуть. Видимо, хозяин запряг их в какую-то повозку, чтобы доехать до работы, чтобы они хоть как-то отработали свое содержание. Четко выраженное мнение по поводу работы хозяина. Как можно тратить время на что-то, кроме игр, со своим любимым котиком? Кота присосала. Может хотя бы получится прочистить кошачьи мозги от разных глупых затей, вроде поедания новогодней мишуры с елки. Прежде чем бегать за диваном, удостоверься, насколько чистоплотный твой хозяин, иначе можешь попасть в неприятную ситуацию. Сразу видно, что этот кот кому-то принадлежит. Не только потому, что он откормленный, но и потому, что сам он бы сюда ни за что не добрался. Кот научился показывать, что у него закончилась вода. Боюсь, если проигнорировать этот знак и отвернуться, то миска моментально прилетит в затылок. Котик в шоке, что он расщепляется прямо на глазах. Скоро его затянет в стакан, и можно будет наконец-то насладиться концентратом кошачьей обнимательности. Никогда не сдавайся, не пропускай тренировки, и когда-нибудь ты станешь достаточно сильным, чтобы грозно стоять у окна и отпугивать местных собак. Кусать или не кусать? Вроде бы и не хочется, чтобы наказали едой, а вроде и нога тоже может вполне оказаться едой. Эти двое высматривают белок снаружи. Интересно, сколько они раз пытались броситься на белку и натыкались на стекло? Каждый раз, когда ты беззаботно спишь, помни, что к тебе приходит кот и грустно ждет, пока ты проснешься и снова будешь им восхищаться. Момент, когда понимаешь, что хозяин любит мультфильмы, явно больше тебя. Будильники, которые не отключишь просто так. Придется вставать и кормить его. Парень купил мультиварку, но выяснилось, что он купил будку для кота. Эти два кота легли друг на друга, несмотря на то, что вокруг целый свободный диван. Надеются, что если их будет двое, то хозяин не осмелится их тискать. Но котики все работает наоборот. Спасибо за просмотр! Напишите в комментариях, насколько по шкале от одного до миллиона вы любите своего пушистого котовского и выбирайте следующий ролик.